Имеется люфт, а из-за того, что отсутствует болт скатного соединения горки. Видите, да? На детской площадке мелочей не бывает. Едва заметный дефект в крепеже малых игровых форм может причинить ребёнку травму. На это обращает внимание Госадомтехнодзор Московской области, когда выезжает на место по жалобам пользователей портала Добродел. На этот раз сигнал пришёл от жителей из трёх корпусов дома 17 по улице Краснознаменское. Металл протирается, и если имеется повреждение, либо дефект металлического крепления, соответственно, это является нарушением. Как и недостаточное наполнение песком песочницы, замечание руководителя 9-го территориального отдела Госадомтехнодзора фиксирует представитель управления по благоустройству администрации. Проверили дворовую территорию, выявили ряд нарушений. Соответственно, перечень этих нарушений доведён до администрации, до управляющей организации, до организации, обслуживающей содержание прилегающей территории к дому. Сроки, в первую очередь, сдаются минимальные для устранения нарушений, зависимые от характера нарушений. Так, на удаление стихийной рекламы на столбах освещения и инфостендах обслуживающей организации даются сутки. На ремонт конструкции недели максимум две. После Госадомтехнодзор проверяет выполнение предписания. Площадка возле дома 17 пустует редко. Там меньше горка, чем здесь, поэтому мы сюда приходим. Тут можно поиграть с друзьями. А что? Втянем столб, прятки, туки-туки. От качелей и освещения до информационных стендов и ограждений. На все элементы придомовой территории административно-технический надзор обращает внимание. И то, как убирается смёд после вывоза контейнера из приёмной камеры мусоропровода у домов 24 и 25 по улице Талсинская. На общей детской площадке из всего многообразия горок, каруселей и спортивных тренажёров инспектор находит сломанный артефакт. Не проходит мимо вращающихся конструкций. Деревянные элементы рассохлись. Сама, соответственно, карусель имеет большие люфты. Данное оборудование является аварийным. Сейчас в администрацию, соответственно, доведём требования о том, чтобы ограничить доступ. О том, что ездить по тропинкам запрещается, водителям рассказывают ещё в автошколах. Но на практике кто-то нет-нет да срежет путь к дому и припаркуется прямо под деревом. Евгений Секретарёв делает нарушителю замечанием. «Здравствуйте. Госадомтехнадзор Московской области. Вы встали на данный момент на участок с зелёным насаждением». Нарушение зафиксировано. Незадачливому водителю придёт штраф в тысячу рублей и приглашение на административную комиссию. Как со стихийными парковками, так и с захламлённостью вдоль заборов организации. Адомтехнадзор применяет чёткий алгоритм действий. «Как мы видим, имеется разрушение ограждения, не окошена травяная растительность. И вместе с тем, дополнительно ко всему, имеются случаи парковки физических лиц на участках с зелёными насаждениями. По данному факту материалы будут направлены в административную комиссию городского округа Щёлково для привлечения лиц к административной ответственности». Одними предписаниями контрольное мероприятие не ограничивается. Через некоторое время сотрудники Адомтехнадзора проверят территории, чтобы убедиться в исполнении своих требований. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.